Представлять Татьяну Никитичну как-то мне, например, точно неудобно, потому что я вырос на книгах Татьяны Никитичны, я являлся поклонником всех граней ее таланта, и в том числе, конечно, и прекрасного интервьюера. Поэтому я хочу откосить от этой обязанности и больше предоставить слово Татьяне Никитичне, но должен сказать небольшое вступление. Во-первых, мы очень благодарны издательству АСТ и редакции Елены Шубиной, которая позволила нам провести эту встречу, а во-вторых, мне кажется, что повод сегодняшнего разговора будет у нас особенный, потому что он будет не только про творчество Татьяны Никитичны, но еще и про последнюю книжку, которая на меня лично произвела неизгладимое впечатление. Книга особенная, я, наверное, прошу Татьяну Никитичну про нее рассказать пару слов в самом начале. Добрый день, добрый день. Добрый день. Да, значит, книжка, которую мы вот сейчас вам показываем, а кто хочет ее покупать, там Борис знает, где ее купить. Я скажу отдельно еще. Да, и автограф-сессия будет в конце, я имею в виду. Вот, значит, эта книжка, она вообще ни на что не похожа. Она на меня саму производит впечатление большое, потому что, ну, смотрите, она не такая, как должна была бы быть. Она не такая, как я хотела. Вот, она посвящена памяти моего самого близкого друга Александра Тимофеевского, Александра Александровича, так сказать. Для нас он всех был Шурой, он хотел, чтобы его звали Шурой. Некоторые люди его упорно назвали Сашей, но он говорил, я не Саша, я Шура, нет, Саша, ну, как кому удобнее. Каждый себя слышит. Вот, значит, я многие годы с ним дружила, и мы разговаривали про все на свете. Идея была у нас просто говорить про все. Он очень хорошо понимал в изобразительном искусстве. Я, ну, понимаете, я знаю, грачи пролетели, и дальше все, дальше туман у меня интеллектуальный. А он очень хорошо понимал во всяком изобразительном искусстве и просто чувствовал себя, как рыба в воде во всем этом. О чем, в частности, свидетельствуют его многочисленные посты в Фейсбуке, где он много лет, значит, писал по разным поводам об искусстве. И это все собрано в отдельную книгу. Две книги у него вышли. А это, значит, не до третья. Дело в том, что мы с ним разговаривали про все, и через сколько-то лет этих разговоров решили, о чем мы так вот разговариваем, давайте переписываться, давайте сделаем диалоги. Диалоги о культуре. Мы совершенно свободные люди и будем в те стороны плавать, значит, по культуре, в которой захотим. Нет никаких у нас ни обязательств, ни перед кем и ни перед чем, ни перед жанром каким бы то ни было, ни перед научностью какой бы то ни было. Просто два человека, которым интересно все на свете, разговаривают о культуре. И стали возникать из этого диалоги. Этих диалогов здесь несколько, пять или шесть. Один там вообще короткий, переписка была. И должно было их быть больше десяти. Мы планировали сделать еще несколько. У меня было представление о том, какие еще неохваченные темы у нас остались. Хотя мы очень глубоко зарывались по любому поводу во все возможные ответвления тем. Но еще было несколько тем, которые мы должны были написать. Мы поленились, или мы были заняты, или всячески отвлекались, как в жизни бывает. И все равно не думали, что эта жизнь может оборваться. Так глупо и внезапно, как его жизнь оборвалась. Он ушел, ему было всего 62 года. Вообще смешно даже. Ну тут и ковид, и сердце, и все на свете. Вот, и значит, остались вот эти диалоги, которые уже их новых не будет. И я не знаю ни одного человека, хотя у меня очень много очень страшно образованных и умных друзей, и даже пишущих. Не знаю ни одного человека, с которым я могла такие разговоры проводить. Не получается. Ну вот, значит, эта книга состоит из этих диалогов. Затем из пары текстов, очень важных для Шуры. Один там основополагающий, так сказать, текст. Некое прощание с молодостью, с жизнью, с прежними мечтами и все прочее. Он называется «Лоден» по названию «Пальто». Ему хотелось в молодости носить шикарное английское пальто, определенным образом сшитое. Бедная юность, когда вообще там на кофе не хватало, вот он пальто хочет. И вот жизнь прожита, и уже не важно, уже не хочется этого пальта. Вот текст про все. Про уходящую и ушедшую жизнь, про друзей, про то, как ты думаешь, вот оно все так пойдет, а оно идет не так, а совсем в другую сторону. В общем, вот как жизнь протекает. И этот текст, он прям действительно основополагающий, как мне кажется, для него. И как будто он что-то предчувствовал, как будто он прощался, как будто он хотел подытожить какие-то важные прожитые вещи. Вот я этот текст сюда поместила. И поскольку Шора ушел в 20-м году, 11 апреля, то с этого же дня я начала, опомнившись, так сказать, от этого ужаса, я начала собирать воспоминания о нем. Всех, кого я знала и кого не знала, всех дергала, трясла, пишите, пишите о Шуре, пишите, пишите. И, в общем, удалось человек 30 набрать, хотя их могло быть и 60, и 100. Но либо я не знала этих людей, либо эти люди не пришли. Я объявляла всенародный клич. Кто что хочет, знает, пожалуйста, пишите. И, в общем, получился довольно интересный такой мемуарный кусок в этой книге. Некоторые люди написали неожиданно хорошо, другие стиснуто очень, могли развернуться лучше. Ну, вот так уж оно бывает. И затем мы составили Шурину родословную, которая очень интересная. Накопали кучу фотографий, картинок, фотографий в основном его предков. И когда все это вместе вот так вот собралось, разместилось, получилось, ну, очень необычно и очень хорошо. А что необычного в Шуриной генеалогии, так сказать, это вот что. Он по одной из линий происходил от туркменского вождя племени Иомудов. В XVIII век было такое туркменское племя Иомудов. Эти Иомуды считали самые зверские из соответствующих туркменских племен. проживали они, и вот этот непосредственно их хам, Кият-хам, они проживали на острове Челикен. А это, вот если вы себе представляете, Каспийское море, так вот удлиненная такая, да, удлиненная, акватория, то вот ты смотришь на карту, и посредине этого самого Каспийского моря слева Баку. А ровно напротив Баку вот будет остров Челикен. И этот остров совершенно пустынный, на нем ничего нет, деревья не растут, одни какие-то солончаки, ну верблюд, может быть. И вот, значит, там жили эти туркмены, это племя, и оно ходило, что делать-то, если ничего не растет, и вообще ничего нет. Они ходили, как и окружающие племена, в разные военные походы, и, значит, воевали персов. Персы их завоевывали, значит, там были, по-видимому, какие-то набеги, возможно, скрещивались они, там, с персами, а персы с туркменами, там уже не разбери, поймешь. И, значит, много было, так, набегов, а затем месть за этих набегов. Так что, в конце концов, там местное окружающее население не выдержало, и, значит, там, вот доходило до того, что просили русского царя, забери этих туркменов себе, с ними уже больше невозможно, с его мудами, с этими. И в какой-то момент, то есть, ямуды поняли, что надо сдаваться, сдались русскому царю, и были приняты в состав Российской империи. И, значит, как это в те времена делалось, сын этого, Кияд Хана, которого звали Анна Мухаммед, он крестился, женился на какой-то русской женщине дворянского происхождения, и у них, в частности, была дочь. Да, он, значит, когда он крестился, он стал Николаем. Он был Анна Мухаммед, а стал Николай. Соответственно, их дочь назвали Анной. И вот эта Анна, так сказать, Николаевна, она была шуриной прапрабабушкой. Она была бешеная туркменка, красавица, и с бешеным характером, вот этим туркменским. Так легенда гласит, и так гласят семейные предания. Ее портрет нашли, и, значит, вот в этой книге он размещен. И это само по себе вот такое происхождение от бешеных людей мягкому и доброму Шуре как-то очень вот шло, потому что Шура был человеком очень мягким и ненужно добрым, я бы сказала. То есть его доброта уже иногда достигала каких-то чудовищных масштабов. При этом он был глубоко скромным человеком, как это ни странно звучит. Он, например, о том, что он помогал людям, никому не рассказывает. Все узнавалось случайно. А он помогал очень многим. Ну вот вкратце я рассказала про то, что эта книжка собой представляет. И давайте задавайте мне вопросы. Татьяна Никитична, вы собрали мнение почти 30 человек, которые написали что-то о Шуре. Это люди, которые вообще не могут попасть по внешним временам в один переплет. Совершенно точно. Они очень разные. Очень по-разному видят мир, очень по-разному пишут. Они написали все в Шуре по-разному. Как он мог объединять вокруг себя настолько разных людей? Чем он покупал их? Это хороший вопрос и у меня на него нет такого прямого ответа. Меня самой иногда поражало, как вокруг Шуры живут, устроились так или иначе, разлеглись иногда на его психике совершенно разные люди. И у нас всех есть свои предпочтения, не правда ли? И некоторые люди мне решительно не нравились, другие люди мне нравились. Третьи, я считал, что без них можно обойтись. Ну, я не Шура. И я бы без очень многих из них обошлась. Возможно, даже скорее всего, я в каком-то высоком смысле совершенно не права. Но с другой стороны, у него, не то чтобы у него была такая всемирная отзывчивость, но, я говорю, у него была доброта, и он не умел отказывать. Такое впечатление, что он отказывать просто не умел. Если кто-то садился ему на шею, ножки свесив, то он так вот и оставался сидеть, как вы помните про Синбада Морехода, Синбада Морехода, старичок попросил перевезти его через реку. Синбад посадил старичка себе на шею, старичок отказался с этой шеи слезать, и так несколько лет Синбад вынужден был этого старичка на себя носить. Я забыла, каким образом он от него избавился. Я Шуре часто говорил, что вот вы, как Синбад Мореход, сажайте себе вот такого-то на шею, и все, он уже прилип и не отлипнет. Он высасывает ваши силы, высасывает вашу душу, высасывает ваше время, и действительно, дом, который был открыт, вот у него был открытый дом, некоторые люди приходили туда, скажем, в 2 часа ночи, зная, что огонек-то горит. Но дело в том, что огонек мог гореть, когда Шура уже устал и хотел спать. Нет, приходит человек, здрасте, Шура, как приятно, я ответил, чаю, чаю, водки, водки. И вот, вот эта вот какая-то навязчивость очень многих и неделикатность заглянуть на Шурин огонек, она меня, конечно, страшно бесила, потому что Шура потом там выл, стонал, голова болит, спал до 2 часов дня, никогда утро он не видел, а видал только вот ночь. И если бы это было по его выбору, а тут не выбор, а вот пришли, вот они пришли и на его психике разлеглись. Вот, знаете, очень многие люди вот именно так себя относительно Шуры позиционировали. Ну, часть из тех, кто так себя вел, я даже не стала просить написать, потому что я знала, что Шура вот такого-то, такого-то, такого-то на самом деле не любит, но терпит. А я не люблю и не терплю. Поэтому я не стала им даже предлагать. Хотя знаю, что написали бы хорошо, но там была бы фальшь. Вот при необыкновенной щедрости, при фантастическом вкусе он совершенно не мог отказывать, как вы говорили. То есть получается, что это ему тоже было деликатно, что он необыкновенно был. Это тоже ему было как-то нужно. Вот люди, которые окружали его, они его тоже, не только он их питал, конечно, он давал больше, наверное, чем брал, но как-то ему это окружение было нужно и оно его питало каким-то образом. Или я ошибаюсь? Ну, смотрите, в общем, люди, которым он был нужен, они ему совсем нет, они отняли у него годы, годы жизни, потому что он был ленивый человек, он был ленивый человек, он был гедонист, он любил красоту более всего на свете, для него наслаждение красотой это было в первую очередь. Он все мог отложить, чтобы созерцать и наслаждаться красотой. Как бы сказать, это такое особое отношение, ну, у него не было потребности писать, например, и он писал только в общем, когда его задевало что-то, он реагировал, вот эти тексты фейсбучного типа, тебя задевает что-то произошедшее, что-то в обществе, что-то происходит с искусством, так или иначе кино или там изобразительное искусство, он же был академик кино, он занимался этим, его звали во все те самые, ну, фестивали и все такое прочее, он глубоко и тонко понимал кино. Вот он реагировать, он мог, но он не ставил перед собой, как ленивый человек, как гедонист, не ставил перед собой задачи добиться, дорасти до чего-то, он уже был вот этим прекрасным созерцателем, он не хотел ничего добиваться, Шур вообще ничего никогда не добивался, он хотел работать на высокооплачиваемой работе, чтобы иметь возможность ездить в любимые красивые места, созерцать красоту, помогать людям, жить роскошно, в хорошей квартире, на хорошей даче. И все это у него, так сказать, получалось, получалось, но через пень-колоду, потому что все время, что он прожил в своей роскошной квартире на Садовом кольце, у него текло с потолков. Так жизнь устроена, ты вкладываешь бешеные и совершенно излишние деньги в жуткую красоту, как вот ты ее понимаешь, вокруг тебя все ужасно красиво, и потолок особенный, и пол особенный, и окна какие-то необыкновенные, и ты расставил, накупил, значит, этой самой антиквартной мебели особого там типа, какую-то из Италии прешь под мышкой головку какого-нибудь Аполлона или какой-нибудь там прекрасной женщине, Шура же пару сфинксов купил на даче. Вот, все это ты, значит, из Италии прешь, а над тобой чердак, а над тобой крыша, сделанная слишком тонкой вот этой жестянки, а потом приходит таджик и вот так ломом сбивает с крыши снег, и пробивает крышу каждый год, и заливает весь последний этаж. И всю жизнь, что Шура прожил в этой квартире, его заливали московские хляби. Вот так устроена жизнь. Но ведь, тем не менее, все-таки Шура, и многие пишут ваши книжки, научил людей писать. Он делал из людей способных, талантливых людей суперзвезд. Он делал людей, при этом он оставил не очень большое наследство в свою собственную литературу. Вот, понимаете, он учил людей писать, он видел, каким должен быть текст, как он должен быть построен. И он прежде всего он с исключительной мягкостью и деликатностью брал твой текст и выбрасывал из него девять десятых. Потому что, как правило, люди не умеют писать коротко, и не умеют строить текст. Ну, у них нет ощущения текста, начало, середина, конец. Этому можно научить на своем примере. Когда ты принес свой драгоценный высиженный текст, а тебе берут и отстригают от него голову, хвост, и еще потрошат посередине. Ты сначала обалдеваешь, а потом начинаешь понимать, как это происходит. Да, он был совершенно замечательный, вот такой редактор-учитель. И фактически масса прекрасных журналистов, которые в России и не в России, которые сделали последние десять лет двадцать российской журналистики, они все прошли через общение с Шурой. Он повлиял от Юрия Сопрыкина до Митя Альшинского. Да, но просто и Сопрыкин, и Альшинский, они одарены вне зависимости от Шуры. Вот он, например, сделал журналиста из Баунова, потому что Баунов писал чудовищно. И сам он об этом пишет, как это было, и Шура рассказывал. Приходит Баунов и приносит реляцию. Он же был дипломатом. Вот он приносит текст, который надо поставить на сайт, а он 15 страниц. Все не нужно, все, все, вот это все, вон, 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 это вода, надо выбросить. Баунов, который возрос в культуре другого написания текстов, более подробно со всеми указаниями, кто, что, как, куда. Вот, наверное, так пишут дипломаты. Он, конечно, обалдел, но поскольку он человек-то талантливый, то он понял, как с этим работать дальше. Вот это был случай обучения. С Ольшанским не было такого случая обучения, Ольшанский сам понимает, как надо писать. Вы говорите, книга стоит во многом из ваших диалогов и переписки из вашего общения. И мне кажется, что для Шуры было очень важно именно это общение. И вы сами сказали вначале, что после его ухода практически нету такого собеседника. Он поддерживал эту культуру в хорошем смысле, мне кажется, в хорошем смысле светского разговора. А в хорошем смысле разговора как бы ни о чем, но на самом деле разговора, который находится на очень высоком уровне интеллектуализма, мне кажется. Ну да, но это только я не согласна, что это ни о чем. Это обо всем. Вроде ни о чем. Нет, это обо всем. В том-то и дело, что он умел поддерживать разговор, можно назвать его светским, разговор обо всем. Так что получается все интересно. И чем больше ты как бы осматриваешь, описываешь предмет со всех сторон, тем больше ты видишь в нем собственно валентности. И любой описываемый нами предмет можно эти валентности присоединить к самым разным другим частям культуры. Можно уйти в любой век, в любую тему, сопоставить это и это, зацепившись за какое-то слово еще куда-то уйти. и на самом деле разбегаются дорожки, потому что ты начинаешь видеть, что все переплетено, что культура это не набор стоящих каких-то золотых истуканов, классиков, на которые кто-то хочет молиться. Нет, это необычайно сложные какие-то хитросплетения, такие паутин и паутин, и бегая по ним можно уйти куда угодно. То есть культура это очень-очень такое плотное облако переплетенных между собой понятий, смыслов. И в связи с этим просто хочется сказать, что те глупые люди, которые говорят о том, что надо закенселить какую-то культуру, не понимают ничего вообще в культуре. Они культуру понимают как нечто скучное, то, что заставляли в школе читать неинтересную им в их 13 лет книгу. Вот как они понимают культуру. Они вообще ничего не знают о том, что есть культура. А культура это воздух, которым мы дышим. У нас все этим пропитано. Ты находишь слово, ты находишь второе, и дальше ты по этой паутине смыслов уходишь в космос или в недра. То есть такая неразрывность и всеобъемлющесть. Абсолютно. И вот Шура эту неразрывность и всеобъемлющесть очень хорошо понимал. И с ним было легко, потому что можно было пойти вот по этой дорожке паутины, а можно пойти вот по этой дорожке паутины. Ассоциации, 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 метафоры, ассоциации, они все связывают. У Шура было очень хорошее понимание метафоры, как вообще основы литературы. И он очень страдал от того, что читатели, а также писатели, журналисты не чувствуют метафору, не понимают. Метафоры это есть культура в какой-то степени. Самый полный, да. Метафора это основа культуры, вообще основа культуры, метафора. Больше, чем другие опорные средства технические. Метафора есть основа литературы. Ну и вкус, немыкновенный вкус, которым он тоже, мог ли он научить своему вкусу, или он был только присущ ему? Есть люди, которые... Врожденное, потому что кто-то отмечает из пишущих о нем, что не видел у Шуры книг. У него почти не было книг. Он почти ничего не перечитывал, он уже давно все знал. Он когда-то давно, не знаю, между детством и юношеством прочел все. И обладая тогда великолепной памятью, он не испытывал почти никакой потребности в том, чтобы перечитывать. Он и так мог сказать. Я помню, мы с ним там разговаривали, например, про какие-то строчки Ахматовой. Вообще говорили про поэзию, потому что что нам нравится, что нам не нравится. В том или другом этом самом. Во-первых, он все Ахматова знал наизусть. Во-вторых, он знал, в каком году написано то или иное стихотворение. Понимаете? Мне надо сильно-сильно думать, чтобы сообразить, когда это могло быть написано. А потом все равно для меня, скажем, там, 1907 год, он мне ничего не говорит. Мне 1907 год привязки к стихотворению ничего не говорит. А Шуре говорит все. То есть вот еще одна дырка для прохода туда. Блок, которого он обожал и очень многое знал наизусть. Прямо схода цитировал. Тоже знал, в каком году написано и почему. Понимаете? То есть у него было дополнительное измерение, вот это, тоже благодаря его памяти и тем местам, куда он сходил по этой памяти, куда он в свое время залез. И вот, понимаете, ты разговариваешь с человеком, он читал, может, последний раз блока, когда ему было 15, но ему сейчас 50, а он его знает наизусть. Зачем ему лезть в сборник, когда у него все в голове? Это было поразительно совершенно. Вот великолепная память и умение мыслить системно, причем литературно-системно. И то же самое с изобразительным искусством. Ну, там я, я говорю, плаваю, ничего в этом смысле не понимаю. А с литературой это меня совершенно поражало. То есть он был как бы и филолог, хотя он никаким филологом не было бы, просто читатель с чувством. Он просто читал и просто это обожал. Вот что происходило. И несколько раз мы с ним, вот темы, которые мы с ним пытались сотрагивать и не затронули, они связаны со Львом Толстым. Он оказался слишком сложен для описывания. Вот разговор о Льве Толстом как таковом слишком сложен. Это в двух словах описать, не знаю, Рим со всей его истории. Так не пойдет. Возьми что-нибудь одно и вот вокруг него вертись. Ну и пока выбирали, так вот и так все и прошло. О чем ужасно жалею. Я об этом думаю каждый день, об упущенных возможностях, навсегда упущенных, потому что какие-то вещи я могу сделать сама, сесть и что-то написать сама. Так это же не то. Тут же все дело в том, что ты разговариваешь с собеседником, который не ты, который понимает тебя, но думает иначе. Он знает твой язык. Это потерять последнего человека, который говорил на твоем языке. Вот на что это похоже. Еще, конечно, очень важна его любовь к Италии необыкновенная. Италия в его жизни это тема, которую так или иначе затрагивает, по-моему, всякий, кто писал именно говоря об Италии. Что такое для него была Италия? Вот Италия это земля красоты, я бы сказал, особенно Рим. Он там все знал, любил, обожал и мог бесконечно ходить, бродить, ездить. И так он и делал. Италия, Сицилия. Для него это было вот страшно важно. Я иначе устроена. Для меня это не так вот безумно важно, чтобы я летнюю Италию переносил с этой жарой и прочим. А он он прям чувствовал себя на месте. Можно подумать, что он так сказать как это называется, ну реинкарнация кого-то из великих итальянцев может быть. Он туда зазывал, звал народ, гулял там с приятелями, осматривал какие-то дворцы, знал все про них. Вот вот он любил там каждый камень. Такой римский человек. Ну это ренессанс. Это ренессанс. ренессанс. Да, да, да. Ну вы его называете прям в вступлении книги человеком, называете Микеланджелой и одновременно Леонард Довинчи. Леонард Довинчи. Леонард Довинчи. Леонард Довинчи. То есть вы считали его человеком совершенно ренессансным. Да, да, потому что вот такая полнота знаний в разных смежных и несмежных областях это, конечно, ренессанс и, конечно, Леонард Довинчи. Ну, единственное, что вот Леонард Довинчи там понимал в вертолетах и унитазах, да, которые еще не были изобретены, но уже как бы их образы и прообразы уже прорисовывались им, да, идея, вот давайте летать и вот как это будет выглядеть. Вот, еще без математических расчетов, но сама идея. Вот, вот в этом Шур ничего не понимал, были вещи, в которых Шур не понимал. Ничего, например, медицина. То есть, когда у него что-то болело, он шел, доставал пачку антибиотиков и ел их. И кричать, топать ногами, срываться в крик было бесполезно. Заберет в уголок и съест. Я ему пробовал объяснить, как, ну, насколько я это понимаю, потому что я тоже не врач, как работает антибиотик и почему он от боли тебе не поможет. Вот аспиринку лучше съешь, анаргинку. Он верил, как высшее что-то. Антибиотик. Ну, то есть, вот, к врачу его же гнали годами, он, нет, нет, у меня я совершенно здоров, я совершенно здоров. Померите, там, шура сахара, не знаю прекрасно, что у меня все в порядке с сахаром. Знаете бы, такие люди, которые нельзя загнать к врачу. Ужасно. Вот в медицине он ничего не понимал. мне один мой товарищ, который не написал вашу книжку никакой заметки, никакого текста, обратил внимание на необыкновенную и очень искреннюю и светлую религиозность Шура. Для меня это страшно удивило, я не знал про это. А Шура действительно был религиозный и был знатоком текстов, был, разбирался в них и понимал богословие. Он был религиозным человеком. Я не знаю, какие это конкретно у него принимало формы, трудно сказать, несколько раз просто это видела. Как истинно глубоко верующий он этим не бравировал и не размахивал и вообще никак. Кто не хотел этого увидеть, тот и не видел этого. мимоходом мы что-то с ним говорили на какие-то схожие темы и он мне сказал, что когда мне было 16 лет, я очень хорошо знал всю церковную обрядность, что когда поют, какие праздники отмечают, что это значит то или другое. В общем, это еще была одна область, которая мне не была интересна, а он знал великолепно и ошибок там не делал. И с людьми, которые тоже имели религиозный интерес в жизни, он это обсуждал. И здесь многие об этом пишут. Причем интересно, что некоторые говорят, Шура, религиозный, откуда вы взяли, я никогда этого не встречал. Потому что ты сам не религиозный и ты с Шурой не пересекся. А у Шуры была и эта тропа, на которой он пересекался с людьми, которые с ним совпадали в его этой религиозности. Для него было почему-то очень важно, чтобы его отпели, когда он умрет. Он об этом говорил людям неоднократно, что очень важно, чтобы его отпели. Он знал несколько приходов в Москве, которые он уважал, где были замечательные священники с его точки зрения. Но поскольку я с ним не разделяла церковности, то опять-таки это мимо меня прошло в каком-то смысле. У меня другое к этому всему отношение. Я верю в бессмертие души, но не в рамках того или другого православия, католичества или какого-то направления мысли в этом плане. Я иначе к этому отношусь. Поэтому может быть и в наших диалогах это как-то сказалось. Мы не уходили в церковные дела, просто Шур все знал. Мы с ним были крестными родителями одного мальчика несколько лет назад. И перед тем, как идти на крещение, на это событие, священник церкви заставил нас получить сертификат. То есть мы должны были прийти с какими-то людьми прослушать лекцию, которую нам этот священник прочел. Меня от злобы трясло, как не должно трясти в условиях приближенных к православию. он по-видимому держал меня за какую-то священник, держал меня за какую-то колхозную корову, которая первый раз вообще слышит про Господа Бога, то-се, смирение меня там призывал. В общем, короче говоря, меня колотило, как будто я пальцы в розетку сунула. Шура, который был смиренный во всем, все это умел принять. Я шипела, говорила ему, что вот этот священник он сволочь, потому что он сейчас вот этим всем людям нагружает их чувством собственно вины. Он не говорит о том, что христианство это любовь и прощение, он наоборот злобно нагружает вот этих всех сидящих здесь людей чувством собственно вины. Что за скотина такая? После этого прослушанной лекции священник захотел, чтобы мы наизусть молитву какую-то произнесли. Символ веры. Да, символ веры. Я сказал, что я не буду. слабая память, я не буду выучивать символ веры. Значит, священник обратился к Шуре и Шура мягчайшим тоном, но очень железным голосом одновременно при этом сказал, вы знаете, я не только символ веры, я очень хорошо понимаю и знаю и всю свою жизнь там дры-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот это исполняю все эти. Поэтому не надо меня заставлять приходить повторную лекцию, подпишите нам бумажку. Священник немножко удивился и подписал нам бумажки. Так что мы избавились от дальнейшей лектории. Ну и соответственно вот такие мы были кум и кума. Он значит мягко решил проблему, а у меня до сих пор кого-то. Рисуется какой-то совершенно почти такой мифологический образ человека, который сочетает в себе все глубочайшее знание богословия, знание изобразительного искусства, необыкновенное, которое вас не спрашивает, потому что вы сразу запретили об этом говорить в первой или второй реплике. Необыкновенное знание литературы и истории, потрясающая память. Как будто он запоминал по тем практикам средневековым, как запоминали тексты, все эти непосредственные истории, когда какое-то здание или какую-то картинку ассоциируют с каким-то фрагментом речи. Он только был всеобъемлющий человек, почти мифический и редко существующий в наших Палестинах. Да, так и было. Вот на поверхности, если ты с ним не вступаешь в какие-то глубинные культурные контакты, ну что, он был милый, остроумный, выпивоха, который очень любил выпить, никогда не пьянел, никогда. закусить дрянью какой-нибудь. Он еще не любил докторскую колбасу и думал, что в ней мясо. Тоже одно из заблуждений. Я хлеб не буду, я буду только мясом. Я говорю, вы едите чистый крахмал. И там немножко еще аромату добавлено. Не, Танечка, ну что вы, очень вкусная. Да, это вкусно, крахмал с подкрасителем, это очень вкусно. И стоит хуя. Вот. Вот ничего не понимал. Думал, что там есть мясо. И вот за столом, не знаю, мой брат старший пересекался иногда с Шурой за моим столом. О чем не заговоришь с Шурой с удовольствием, что по разговору они, ну как на равных разговаривали о том, о сём. Но глубины Шуриной мой брат не знал и не мог знать, потому что он с ним вот не работал, как я, не впрягался в ту же упряжку. И когда вышли две Шуриной книги предыдущие, значит, одна в издательстве «Сеанс» Люба Аркус издала, заставила Шурой это сделать. Одна книга состоит из фейсбучных текстов. Шура их собрал, отжал, выбрал лучшие. Мне казалось, что все лучшие, собственно, и, значит, вот вошло в одну книгу, а во вторую это был сборник его разнообразнейших статей, которые, ну, за его литературную жизнь он напечатал в разных изданиях. Вот. И, значит, я послала, подарила брату, он живет в Америке, подарила ему вот эти две книжки, и он их прочел. И звонит мне и говорит, слушай, я не представлял себе, какого умища человек вот только что прошел мимо меня. Я, я, я вообще не представляю, я такого никогда в жизни не видел. Я говорю, ну, вот, 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 вот это вот каждый раз происходит. Снаружи Шура расслабленный, вот с этой докторской колбасой, поздно встает, ленивый, делает чужие дела, если бы свое писать, вот он исправляет тексты неисправимых и неисцелимых. Вот он так. Как-то вот это вот, он прямо, он правда, человек, Рим, там есть все. Вот он такой. Один из авторов вашей книги сказал мне тоже странную вещь такую, ну, не странную, а на самом деле весьма понятную, из нашей с вами сегодняшней беседы. Он сказал, что Шурой был культурой. То есть он делал культурный, умный, интеллектуальный разговор не просто увлекательным, а делал его более увлекательным, чем разговор, там, не знаю, о чем угодно, о рыбалке или там, о новых машинах, которые кажутся увлекательными. Он мог культуру сделать очень эротичной и притягательной. И вот это качество, по-моему, очень тоже важно и о нем тоже следует, наверное, сказать чуть-чуть. Да, но это трудно описать. Да, он был культурой. С ним никогда не было скучно. Вот это просто невозможно было себе представить, потому что он любую тему, какая бы вот тут не попалась, даже докторская колбаса, он ее умел каким-то образом поднять на высоту. а чем выше ты поднимаешься, тем больше там связи вот этих. То есть вот эти паутины, о которых я говорю, может быть, это не самый лучший образ, не самая лучшая метафора, но она, по крайней мере, в первом приближении годится, чтобы показать вот эту переплетенку. Вот он в ней ориентировался невероятно. Он мог из любой точки, из любого низкого выйти на высокое, понимаете? из любого низкого. Вот он был гурман, мы с ним по ресторанам ходили, я об этом здесь пишу в предисловии. Мы с ним все время таскались по разным ресторанам. Он любил кавказскую кухню. И у меня она вся одинаковая, по сути, кавказская это кухня, она вся вкусная, вся одинаковая, сплошная люля, все это состоит из сплошной люля. И чай с чабрецом. И вот у меня осталось ощущение, тем не менее, во-первых, как будто мы ходили по разным дворцам с неслыханными яствами, хотя мы ходили в одно и то же место годами и ели там одно и то же. Мы в этом смысле с ним оба достаточно примитивны. Полистаем меню, полистаем, повздыхаем и закаживаем все то, что в прошлый раз. Во-первых, было ощущение, что мы ходили по дворцам. И второе было ощущение, что у меня было ощущение, что я была в каких-то совершенно необыкновенных, я не знаю, смотрела какие-то необыкновенные фестивали, какие-то необычайные фильмы, почитала какие-то удивительные книги, прослушала какую-то невероятную музыку, какой-то музей прошла. А это всего лишь я с Шурой сидел и разговаривал про все. Вот это было ощущение, что тебя завели в какие-то волшебные хоромы, хоромы разговоров, понимаете? Сколько поддержишь, столько поддержишь. И он никогда не возвышался над тобой и никогда не высокомерничал и не указывал, о чем, мол, ты тут разговариваешь. Нет? Такой космос. Космос просто. Да. Были ли у Шурой друзья, от которых он отказывался по каким-то причинам общаться, ругался и не допускал до себя больше? По-видимому, нет. У него была пара ссор, из того, что я видала, и охлаждений, но потом он возвращался на прежнее место. Если человек, с которым он разошелся, уходил от него, ну, значит, уходил. Его не догоняли. Но если Шура сам прекращал общение, то ну, это был редчайший случай. кроме щедрости еще и прощение. Все прощения. Да, я думаю, что там было все прощения. Он все понимал. В одно слово, сказать. Ну, я не знаю, это вот из другой немножко области, но кто помнит солдата Сычева, которому отрезали ноги, загубили его в этой воинской части, ему отрезали ноги полностью, до паха. И об этой истории все знали, говорили, писали и так далее. Так вот, все говорили, писали, а Шура его так пожалел, что он плакал и стал посылать семье этого Сычева, ну, и Сычеву самому, в каком виде он там был, 300 долларов в месяц. Просто вот он разузнал его адрес и посылал, ничего не спрашивая, не желая, не интересуясь. Там люди говорили, что семья этому несчастному ничего не дает, а деньги хаб и строит там кооперативную квартиру. Когда Шура об этом слышал, он говорит, пусть делают, что хотят строить. Вот он не мог этого не делать. И он несколько лет посылал этому Сычеву деньги. Безответно, просто посылал. Потому что ему было очень жалко, когда все говорят, ой, как его жалко. На этом останавливаются и переключаются на что-нибудь. А Шура вот на этом завис. Ну, много таких вещей делал. Много. Это из тех, что я знаю. То есть фактически поймать его, как фигуру, зафиксировать его было очень сложно, потому что он был очень разный. Кто из текстов, которые вошли о Шуре, из 30 этих текстов, кто, вам кажется, наибольше смог поймать эту фигуру? Ольшанским. А почему? Они же были тоже очень разными людьми. Нет, они, безусловно, очень разные. Более того, у меня с Ольшанским очень длинный период взаимного, но с моей стороны, неудовольствия. Мы с ним не разговаривали, я отказывалась с ним работать и так далее. Ольшанский вообще меня хотел расстрелять по молодости. Я знаю, многих хотел. Максим Соколов менял в первую очередь. Но это ладно. Ну просто вот у меня с ним были разногласия, но понимаете, я так же, как и Шура, считаю, что текст выше человека. И какой человек Ольшанский, вот пусть про него либералы говорят все, что угодно, но текст он написал превыше всего. Ни один либерал здесь такого текста не написал. Потому что с чувством огромным, неподдельным и любовью. Вот почему. Неподдельным. Ну и просто он вообще хорошо пишет, что тут скажешь. А Шура считал, что текст произведения важнее, чем его создать. Он считал, что контекст создания не столь важен. Понимаете, люди, всего лишь люди, когда они требуют поэта к священной жертве Аполлон, заботы суетного света, он малодушно погружен. И, в общем, между детей ничтожных мира быть может всех ничтожнее он. Но текст или другое какое, ну, скажем, вдохновение живописное, живопись, это не текст, но вот когда это творчество, тут не надо этого слова бояться, когда оно спускается на человека, оно сверху на него спускается. Оно может осенить, а может не осенить. Твое дело, ты прах земной и в прах возватишься, но твое дело уловить этот божественный сигнал, луч, намек, волну и превратить его в то, что тебе сподручно и дано. Слово, картину, музыку. И все, кто пишет, рисует, и сочиняет музыку, это знают. Они знают, что это на тебя вот снисходит. И вот оно, конечно, выше человека. А человек должен быть и, как правило, бывает благодарен этому, что оно на тебя сейчас указало. Через тебя это прошло. А тот, кто неблагодарен, забывается и думает это я, 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 как левушка-путешественница, тут быстро кончается. Потому что это ты радиоприемник, а волна музыкальная летит не из тебя, а через тебя. поэтому текст выше человека. Учитывая контекст, не зная связи, не зная отношений и отношений, где очень трудно построить ту самую метафорическую канву, ту самую паутину, как вы говорите. Или он делал это без знания, без учета судеб, без учета истории людей непосредственно. Еще раз. То есть эту канву, эту паутину без контекста очень сложно описать, очень сложно найти, очень сложно выстроить. Как у него получалось выстроить канву, если его не интересовала личность? паутина огромная. Космос огромный. Вам дана маленькая часть его, маленький кусочек вам дан. На этом кусочке возделывайте то, что можете. Пока мы в этом мире живем, в этой жизни, а я думаю, что есть и другая, и третья, и восемнадцатая, потому что я верю в бессмертие души, это я стопроцентно в это верю, никаких сомнений даже не испытываю и даже доказательства некоторые имею. Так вот, потом, может, еще вам что-то дадут. Может, здесь же, вот на этой земле, может, на другой какой, потому что это всего лишь пылинка в гигантском космосе, эта земля. Но, что тебе можно, что ты умеешь, вот у тебя десять пальчиков на руках и ненужные десять на ногах, пользуйся, делай что-нибудь. Нет, кому-то не нужны, балерии не нужны, пальчики на ногах, нам, представителям, не нужно, а балерии, не нужны. Тебе выдано энное количество вот этих гимнастических способностей, вот, примени их, в следующий раз, может, еще дадут. Но, есть совсем души первого порядка, так сказать, и думаешь, первый раз живут и мало что знают, такие чурбанчики. Ничего, обломаются, и в следующий раз, может, уже получат какой-то опыт, школу пройдут. может быть, наша жизнь здесь, это одна из ступеней школы какой-то, гигантской, огромной. А музыка, как относился к музыке? Ой, он музыки все понимал. Я ничего не понимаю, поэтому я комментировать не буду. Он понимал, и ходил на концерты, и разговаривал о музыке, я знаю, с людьми, которые в этой музыке очень, так сказать, хороши. Просто я настолько музыки ничего не понимаю, что эта сторона для меня закрыта была. Я без слуха. Увы. Татьяна Николаевич, ну вы рисуете образ просто пришельца, человека, который совершенно не здешний, не своевременный. Да, они посылаются. Они нам посылаются. Иногда, раз, в эон, в какую-то эпоху, да, нам посылаются. Это действительно так. Это действительно так. Ну сколько я, достаточно лет на свете, прожила, и я ничего второго такого вот не встретила с таким набором скиллов, как сейчас говорят, умений. А это просто время таких людей, таких универсальных людей прошло, или наше время не соответствует им? Это неизвестно, как на этот вопрос ответить. Вот кто-то пишет, по-моему, Нина Берберова пишет, по-моему, либо она кого-то цитирует, либо она сама это пишет, что перед революцией, ну и, соответственно, перед Первой мировой войной была невероятная концентрация умных и талантливых людей в обществе. Невероятная. Просто пачками, пачками, пачками. То есть, поскольку вот еще несколько лет и всем помирать, либо от войны, либо скорее от революции, гражданской войны, потом вообще всех этих безобразий, то как будто природа сосредоточилась и вот этот куст расцвел. Непонятно, это непонятно. Вообще непонятно, как наша деятельность эмоциональная и умственная, как угодно, связана ли она с какими-то солнечной активностью, связана ли с теорией Чижевского о том, что имеются такие солнечные циклы и земляные циклы. Там какие-то связи, безусловно, есть. Просто сейчас никто этим не занимается, а кто занимается, я его подозреваю в шарлатанстве. Я думаю, что имею все основания подозревать в шарлатанстве. Чижевский шарлатаном не был, а просто он исследовал эти дела. Там должны быть связи, потому что в рамках этой же теории Земля реагирует. Ну как, вот посмотрите, сколько сейчас ведутся военных действий в самых разных странах. В самых разных странах. И посмотрите, какая вулканическая активность идет в прошлом году. Извергаются те вулканы, которые и не собирались извергаться вместе. Так они время от времени там что-то такое в них происходит, а сейчас вместе. То есть происходит о землетрясении, о вулканы. То есть Земля реагирует на что-то, на солнечную активность, на космическую активность. Я не знаю, я именно боюсь шарлатанства в этом плане, поэтому я углубляться не буду, но сама не могу не отметить. все время как посмотреть, что-нибудь чудовищное с природой нашей происходит. И вот появление сверхлюдей такого рода, нам кажется, сверхлюдьми, может быть, раньше было их время, не знаю. Может быть, Шура нашел бы собеседников, равных себе вот в эти годы, предреволюционные. Этого я не знаю. Но в наше время это прям удивительное дело. Он такая штучная, это штучные люди. Вот так. Его облучение, его свет, он уже никуда не делался, он остался в большом количестве людей, которые признаются, что его ученики или не признаются, что ученики, который повлиял по крайней мере на 30 людей, которые есть в книге, и которые каждый из них, я уверен, я с многими с ними беседовал, сказали бы только одно, что у нас там Шура сделал. Ну, да, просто... А почему так получается? Почему, что Шура оставил мало текстов и в основном общался с людьми в процессе общения? Да, разговор, так же, как и текст. Разговор учит, так же, как и текст. Просто это иначе написанный текст. Хорошо проговоренный разговор, ничем не хуже написанного текста. Просто мы, дураки, мы не записывали. Понимаете, если бы мы записывали, ну, Сократ тоже ничего не написал. Но Платон, голова, он все это запомнил и воспроизвел и вообще, может быть, и улучшил. Он следил за нитью Сократовой мысли. И получились вот эти фантастические диалоги. Кто читал диалоги Платона? Идите, почитайте, потому что это наслаждение. Вот если наслаждаться чужим умом, вот это вот туда надо идти. Это наслаждение читать платоновские диалоги. Дву умные люди были. И вот это вот что-то аналогичное, понимаете? Вот ходит такой Сократ, ничего не пишет. Как Мурдашвили, как Сократическая традиция. Да, да, нет, нет. Эти люди есть, но это надо, чтобы нашлось время, место, ситуация. Но если бы Шура жил в страшной бедности, то он бы зарабатывал писанием текстов. У нас было бы больше текста. Но он жил в богатстве последние годы. Хотя перед своей кончиной лишился всех заработков. Не знаю, как бы он жил. Но ведь он не готовился, наверное, к диалогу. Он же не прописывал сценарии разные. Это было искрометно, это был совершенно фонтанирующий энергетический поток, в котором он... Ну, когда он разговаривал, он ни к чему не готовился. Он просто в этом потоке легко плавал. А вот когда мы садимся с ним писать, то, соответственно, это концентрировал до той дорожки, по которой мы пойдем. Причем я настаивала, чтобы он не соглашался со мной, потому что хорошо петь в унисон. Он мог петь и в унисон, но это не нужно читателю совершенно. Нужно показывать вещи с другой стороны. Говоришь, что вы ошибаетесь. Татьяна Кришна, а он часто не соглашался? Он не спорил, да? Да, он... Ну, он смотрел на вещи... Он показывал вещи с другой стороны. В этом смысле он не соглашался. Очень редко мы с ним сталкивались так вот, лоб в лоб, как два барана. Ну, сталкивались, конечно. Сталкивались. Что было предметом этих столкновений? Глобства всякие. То есть совершенно не связаны как мне культуры с политикой? Нет, потому что культура настолько многосторонняя, что можно так посмотреть, можно так посмотреть. Можно найти что-то, вот открывается, вот не то, а это. Там довольно бессмысленно спорить. И я вполне толерантно ко многому, и он тем более был толерантен. Ну, вот, например, с медициной мы спорили. Я ему говорила, не ешьте антибиотики, сию же минуту бяку положите на место. Бесполезно. Или, например, вот что я добился, это чтобы он не опаздывал. Шура обязательно опаздывал. И ладно, когда он опаздывает, когда у нас встреча какая-то, там, в кафе идти или в ресторан. Нет, он опаздывал, когда надо на поезд сесть, или на самолет. Он ни за что не приезжал заранее. Ни за что не приезжал заранее. Еще масса времени, говорил он. Я говорю, там пробки, вы понимаете, что будет? Прекрасно можно, значит, выехать через полчаса. Ну, и много раз опаздывал, и вообще хватался за сердце, вскакивал в последний вагон. Вот такое. Но я приучила его выходить заранее. Я думаю, что он страшно мучился. Вот для него это просто пытка была. Пинками я гнала. Не давала спокойно сидеть. Отравляла жизнь. Отравляла. Но зато вовремя. Со мной он вовремя садился в самолеты. Но это касалось только ваших совместных поездок. Так что все-таки его был элемент для отдыха. Мы иногда ездили в разных самолетах, потому что он из другого места приезжал. Мы встречались только там, где встречались, на Крите. Нет, ну, мы поехали в Париж смотреть фильмы, дау, вот этот весь проект. И там была забастовка желтых жилетов, поэтому там всюду были пробки. Я, значит, заставила Шуру выйти раньше, чем нужно было, чтобы с запасом приехать. Чтобы приехать с запасом. Потому что все-таки на этот самолет не сядешь, ты останешься вообще без билета. Там, ну как, на то они и самолеты. Они тебя так просто не подсаживают. Вот. И получилось так, что мы без пробок проехали. Ну вот желтые жилеты в другом районе в этот раз. Манифестировали. Поэтому мы приехали слишком рано. И Шур был страшно злой. Мы могли еще побыть в Париже. А я его, значит, тащу в аэропорт. Вот это прям обиделся. Но быстро простил. Он прощал быстро, как ты уже говоришь. А я не знаю, что он в душе-то оставался. Может быть, какая-то слеза или горе. Ну, нет. Вообще он был склонен прощать все. Я говорю, он был супердобрым. Даже иногда излишне. Какие проявления культуры нашей, местной, были для него важны, которые он отмечал и которые он выделял? Были ли такие вообще? Были ли романы, которые ему очень понравились? Были ли фильмы, которые очень понравились? Выставки? Наверное. Но как-то я об этом не спрашиваю. Не знаю, читал ли он современную литературу. Так, проглядывал. Ну, потом во всеобъемничем космосе это занимает настолько мало. Ну, да, наверное. Это больше. Мы с ним, когда были в Париже, это был тот самый год, когда он умер. В январе мы были вместе в Париже, а в апреле он умер. Мы там пошли смотреть выставку. Во-первых, мы пошли в этот музей современного. Он не современный, а классический-то, как он называется. Лувр или Пуппидо? Нет. И не Лувр. Нет, 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 нет. Дарсе как-нибудь. Ну, да, Дарсе. Вот. Короче говоря, вот там прекрасные картины, всем известные. Вот вы их посмотрели, и вот там он страшно ругался. И я страшно ругался, но он имел большее основания. Развеска нам не понравилась. Бессмысленная развеска. Плохо висит, не так, непонятен смысл. Переход из одного отсека в другой. Что он содержит, какой смысл? Это что, по какой принципу висит? Кажется, там висел по принципу, если на этом шляпа, и вот на этом шляпа, то их давай в один отсек, хотя это разные художники. Вот такое было ощущение. Страшно, это раздражало. И второе, там была выставка как раз Леонардо да Винчи. Вот мы туда пошли. И очень нам всем не понравилась опять и идея, и развеска, и все на свете. Там были черновики, наброски и полноценные уже полотна. И вот это сравнение было. Там очень было сильно видно, что куратор выставки, вот он выпендриться хочет. Не так, чтобы тебе было ясно, понятно, и ты говорил, а, вот оно что. И тем самым обогащался и умнел, так сказать, в этом отношении. А вот он так решил. Вот пусть вам будет вот эдак. Вот это вот и я терпеть не могу, и Шура терпеть не мог. И были на… Такое было событие, да, такие важные, красивые вещи, и вышли оттуда, плюясь. Вот такое было. Вообще ему в этот последний раз настолько в Париже было не по себе. Это было очень странно. Он сказал в какой-то момент, я, наверное, последний раз в Париже. И я говорю, как можно так думать, да, что в Париже последний раз как-то так вот не бывает. Париж какое-то место, известный центр притяжения. Куда-куда, в Париж всегда хочется поехать. И я говорю, а почему, что такое? Ну, как-то дорого стало. Это при том, что, да, там вполне себе дорого, но, как говорится, не дороже денег. Шура же все время куда-то ездил, все время куда-то ездил, ездил в Таиланд, не знаю, по несколько раз в год. Тоже деньги, самолет чего стоит. Но вот что-то у него было предчувствие какое-то. Вот как-то не пошло в Париже. При том, что он там еще даже не отель снимал, а жил у знакомых. И вообще прекрасно мы там и гуляли. Январь уже мимозу продают. Вообще красиво и прекрасно, и все эти улочки. Вот что-то его, что-то его начало мучить. Так подумаешь по предчувствию действительно. Вот. Ну и вот посмотришь выставку, которая тебя взбесила, и начинаешь опять про культуру разговаривать во всех отношениях. Что бывает, как, что можно сделать, а если так, а вот этот, а если сюда. Посмотрите, вот это как странно, вот тут. Ну и все твои знания как бы вихрем начинают тут же представать и твою душу греть. и потом, вот не знаю, для меня, например, что музей, что город, что вообще закат красивый, это все красота, красота, красота. Ну идешь и рассуждаешь, вот хорошо бы в тех квартирах пожить, да, на верхних этажах. Никогда даже не посетишь этих квартир. Но ведь это ощущение, как необыкновенное, да, когда ты смотришь, идешь вдоль сены и смотришь на седьмые этажи, домов, вот на эти, на мансарды. Представляешь себе, как будто живешь, как голубь в раю, а там на самом деле лифта нет, карабкаться туда, попробуй-ка принеси свои кроссаны на седьмой этаж без лифта. 9 метров или 13. Синьгиш, спасибо вам огромное. На самом деле, я хотел бы вас благодарить за новую книгу, но я хотел бы дать вас еще за другую вещь, наверное, за такой долг дружбы и любви, который вы отдали Шуре и который вы искренне, искрометно сделали. Очень по-шуриному, наверное, если так можно сказать. но это у меня ощущение, конечно, невыплаченного долга все равно. Все равно. Что могла, сделала, но ощущение не проходит. Друзья, давайте попросим Татьяну Никитичну, не очень долго отвечать на некоторые ваши вопросы, если они есть. Здравствуйте. Я абсолютно не ожидала, что я окажусь на таком разговоре. Я хочу вам сказать огромное спасибо. я была знакома с Шурой. Когда Шура скончался, я плакала три дня от ужаса, что я не смогу поучаствовать на похоронах, потому что был ковид и был сплошной кошмар. Как только можно было, я поехала на его могилу. Вы абсолютно правы, Шура — это космос. Я была недолго с ним знакома и не так сильно, но это был космический человек, человек возрождения. Спасибо вам огромное. Я про Шуру можно говорить, наверное, вечно. Спасибо, что вы написали. Божий человек, такой доброты и такого интеллекта. Вот это какое-то невероятное столкновение качеств. Большой Божий дар. И быть с ним знакомым и даже так по кромочке пройти было большое счастье. Спасибо. Да. Больше. Правильно я поняла, несмотря на вашу такую близкую дружбу, вы были на «вы». Что было? Вы были на «вы». Не расслышала. На «вы». Да, но я со всеми на «вы». Вот в чем дело. Я со всеми на «вы». Мне так удобно, комфортно. И это уберегает фамильярность. Как только переходишь на «ты», тут же фамильярность, дверь открыта. Я почти со всеми. А Шура был на «вы» или на «ты» с многими? Я не обращал внимания. Со мной на «вы», а я не обращал внимания, как он. Это как кому удобно. Татьяна Никитична, спасибо, во-первых, за книжку, особенно за диалоги. На самом деле, когда погружаешься в книгу, понимаешь, что действительно образование это искусство ассоциаций, то, что Шура действительно в 15 лет мог, я уже не помню, кто-то в 28, из его, Лурия, по-моему, Лев Лурия, прочитал какие-то книги, типа Марселя Пруста и излагать начал Шурия. выяснилось, что будучи на 10 лет моложе, уже давно все прочитал и действительно ему не нужно было библиотеку иметь. Но у меня вопрос такой, вот с одной стороны Шура ренессансмен, а с другой стороны вот его гедонизм и так далее основывался на том, что он, скажем, обслуживал людей, людей, которые, ну, вряд ли могли себя причислить к этому разряду, украинские олигархи, российские олигархи и так далее, был пиарщиком, спичрайтером и так далее, и последние там годы возникла ситуация с финансируем его гедонизмом и так далее. Вот не чувствовалось это противоречие, что с одной стороны он там где-то в высотах культуры, а с другой стороны приходилось ему как бы для этого, чтобы посвящать себя тому, чему хотелось посвятить, ну, как бы погружаться в такие, ну, скажем, материи. Да, для того, для того, чтобы жить хорошо, широко, удобно, комфортно, путешествовать много-много раз в году, посещать любимые места, надо работать, надо зарабатывать достаточно, но он еще вокруг себя действительно кормил очень много народу и зарабатывать не всегда получается. То есть это, ну, это такой тяжкий труд и то, что вот Шурер работал там спичрайтером и схожими профессиями занимался, это не политтехнология, но отчасти политтехнология, то есть между спичрайтерством и политтехнологии где-то там можно пройти. Так вот. Да, его это тяготило, раздражало эта необходимость, но иначе невозможно было заработать денег. И да, приходилось пахать, приходилось пахать, он работал на одного олигарха в последние годы, и там была целая команда, которая работала, и страшно мучили они Шуру тем, что Шура должен был все тексты написать, никто не мог написать тексты. Вплоть до того доходило, что вот мы с Шурой на Крите на пляже разговариваем там про свои какие-то на любимые свои темы, звонят, что такое, а надо поздравительную открытку от сына олигарха, папе олигарху, не может сын сочинить, дорогой папа, поздравляю тебя с 8 марта или еще что-то, не может. И вот до того он говорил, да мышей доебались, говорил Шура, да мышей. Понимаете, это не то, что речь на каком-то международном форуме, так, чтобы этого олигарха не склевали ни слева, ни справа, чтобы наши не тюкнули в темечко и американцы не тюкнули в темечко. Там же все вот так вот надо вертеться, чтобы тебя не это самое. Нет, это такой челлендж, задача интересная. Как написать, чтобы мир, мир, мир и проскочили дальше. Нет, открытки надо, открытки от жены, от детей. А пусть он напишет, мы не можем. Вот что такое, когда работа съедает твой мозг, да? Противоречие? Конечно, противоречие. А как иначе? Как иначе-то? А в жизни так не бывает, чтобы ты занимаешься любимым делом и получаешь золотые слитки. Этого не бывает. На чердаке жить, быть бедным поэтому на свечном огне разогревается какую-то холодную сосиску. Нет, это было не для Шора. Вот он на даче себе, я говорю, купил двух сфинксов. У него на даче два сфинкса стоят. Увидел красивое и заказал. Он так хотел жить. Вот так. Противоречие, да. Вообще вся жизнь состоит из противоречия, мне кажется. Добрый день. Я тоже хотела спросить. Как-то Шура рассказывала о том, что его пригласили на какую-то беседу. Он сказал, ты знаешь, будет не очень интересная беседа, потому что мы с моим оппонентом одной точки зрения придерживаемся, поэтому не получится интересной яркой беседы, потому что мы будем говорить, но собственно говоря, об одном о том же. Мне интересно ваши разговоры, они были больше споры или больше вы были как бы на одной волне. И это первый вопрос. И второй, вот эта книга, которую я тоже дополовину уже прочла, я так поняла, что она необходима была именно в это время, когда всего не так много времени прошло. Планируете ли вы написать более подробные о нем воспоминания, такие уже спокойные, душевные, именно воспоминания о его жизни, не диалоги ваши, а вот все, что можно сказать о нем, как о человеке, потому что вы, наверное, ближе всех к нему были и по духу, и больше всего времени с ним проводили. Вот два вопроса. Если начать со второго вопроса, я не могу сказать, что я была ближе всех к нему. Шура был абсолютно настолько многосторонний, что и, во-первых, вот в смысле объема, да, он был многосторонний, и в смысле глубины. И я не знаю, вот мой с ним контакт, который был очень крепкий и важный, он где находился, в какой части этой сферы и на какой глубине этой сферы. То есть то, что этот контакт был, и он был очень крепкий, это несомненно. Но у Шуры было еще такое количество друзей, связей, романов, интересов, путешествий. Я не знаю, я не играл с ним в преферанс, я не любил смотреть фигурное катание, как он обожрал делать, мне это совершенно было неинтересно. Я другой совсем человек, но вот есть такие, есть такая часть, есть такое место, полянка такая есть в этом мире, Шуры, на котором мы с ним были закадычными друзьями. И это были разговоры о в основном русской литературе, ну и насколько можно было оттуда. Держались русской литературы, но уходили, конечно, в античность и в европейскую литературу, потому что это все единая часть, часть единой культуры до известной степени. И в важных вещах мы сходились, а в деталях не то, что мы расходились, а просто мы по-разному строили речь, по-разному подбирали образы, эти образы же ты не откуда ты насасываешь, они у тебя сами в голове возникают, и ты смотришь, насколько они применимы, неприменимы, и что ты об этом хочешь сказать. Любой текст, о котором мы говорили, он позволяет несколько подходов. С какой стороны зайдешь, вот с той и зайдешь. Опять же, это все очень многодверные миры, которые мы обсуждали. И вот, в этом смысле мы были и разные люди, и близкие, но я не могу сказать, что я была ближе к Шуре, чем какие-то другие люди, которые, каждый из них чувствовал, что у Шуры нашлось для него место, ему, наверное, кажется, что, другому человеку, что он был и ближе в каком-то смысле. Я говорю, Шурина многосторонность, это фантастическая вещь, я таких людей не знаю, но меня совершенно устраивало то место встреч, которое у нас было с Шурой, вот это вот метафизическое, так сказать, место встречи, я в другие и не ходила, мне другие не были нужны или не были интересны. А что касается того, чтобы писать длинные воспоминания, нет, это невозможно. Я не буду писать длинные воспоминания, и вот именно эта многосторонность Шурина, она и хоть как-то описывается количеством людей, которые поучаствовали в сборнике и написали свои мемуары. Повторяю, если бы было больше возможностей, если бы я знала, каким образом из еще 30 людей вытрясти тексты, то я бы вытрясла. Но чего мне стоило вот этих всех? Ну, не хочет человек писать, боится, не может, стесняется, кажется, что он о Шуре писать, это же не обхватный материал, ну как? Многие сказали, что они страшно заняты, многие постеснялись, по 10 раз я писала некоторым, по 10, бесконечно, ну, делай над ними, это правильно, собачка, вот я так на них лаял. Да, 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 так что это семь потов сошло, добилось этих людей от них, и некоторые, ну, слишком короткие тексты там, разочаровали, ну ладно, это не важно, все равно все не бывает, мир несовершенен, мир несовершенен. Может быть, последний вопрос, если он есть? Хорошо, тогда давай. Скажите, пожалуйста, он читал ваши книги, и что он вообще, как бы, так сказать, находил ли он нужным, вообще говоря, как-то вас критиковать, скажем так? Конечно, конечно, он читал мои книги, и да не только книги, а я ему, написав какой-то текст, я ему посылала, потому что он, пожалуй, был единственным человеком, от которого я бы выслушала, не обязательно послушалась бы, но выслушала бы замечания какие-то. Ну, это именно, так он обычно все, ой, чудный, чудный рассказ, Ситанечка, чудный ваш рассказ. Меня не устраивало совершенно, я говорю, так, хорошо, а дальше, что плохо, что? Ну, иногда, вот это вот слово, вот тут одно слово, если его вот так вот переставить. Ну, я, значит, смотрел, и говорю, нет, оно здесь вот почему. А, да, понимаю, понимаю. То есть, вот такого рода замечания. Нужно ли вот эту фразу сдвинуть? Как правило, нет, потому что, ну, не знаю, он, может быть, за все время сделал два-три замечания вообще по моим текстам. Ну, вот в чем мне очень помог, очень. Это было вот что. Это когда я составляла книжку, у меня многие сборники, они перекрещиваются, тексты там из одного сборника переходят во второй, это издательская, как бы, привычка. Издатели берут старые твои тексты, смешивают с новым, и получается новый сборник. В этом есть резон, потому что не все люди прочли то, что я написала раньше. Так что это окей. Есть отдельные люди, которые страшно недовольны, я это уже читал. Ну и что? Дай другому почитать. Но один сборник, который называется «Легкие миры», было задумано сделать из текстов, которые в других местах не печатались. Вот новые все тексты. И, значит, я набрала все новые тексты, там огромное количество, и они все совершенно разнородные. И как можно эти разнородные тексты вбить в одну книгу под одну обложку, мне непонятно. Как-то можно, а как – непонятно. Я обратилась к Шуре и просила в этом помощи, как разбить. Он думал минуту, минуту он думал. И сразу распределил эти тексты на три группы. Сразу. Я вот сейчас не помню, как он точно это выразил, но смысл такой был. Вот это вот высокая лирика, вот это вот жизненные бытовые мелочи, мусор бытия, и третье – это трансцендентальные тексты, когда ты за шелухой и тупостью этого дольного мира видишь небесные пространства, выход из этого мира. Вот. И я взглянула на тексты, и сразу мне стало понятно, это номер один, это номер два, это номер три, а это номер два, а это вот номер один, а это вот номер три. Они все распались, потому что, по-видимому, я так понимаю, что Шура хорошо знает меня и начитавшись моих текстов, понимал, что эти три струи, эти три направления в том, что о чем я пишу, они вот они. Не надо искать там ни четвертого, ни восьмого, ни это самое. Я пишу об этих вот вещах. И он сразу эти разделы выделил. Это было поразительно, конечно. Друзья мои, я попрошу Татьяну Никитичну, если она согласится, конечно, подписать книжку свою для библиотеки Переделкина, но вы тоже можете подписать книжки Татьяны Никитичны, если вы их уже купили или привезли свою, вы их можете купить внизу в фойе, а Татьяна Никитична согласилась немножко подписать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok